Ну а свою ярмарку в Китае устроила сегодня Тульская область. Ну в конце концов, китайский Хого и русский самовар, они ведь прямые родственники. Впрочем, еще более необычное состоит в том, что уж какой-какой российский регион, а вот Тульская область давно прошла с китайцами чисто такой сувенирный этап. А промышленные кооперации, наш собственный корреспондент Поднебесной Александр Балицкий. Как ни пытался глава китайского автогиганта Вэй Дзянь Дзюнь усадить тульского губернатора Дюмина на пассажирское сиденье не вышло. А как еще, если не самому протестировать машину, которая хоть и китайской марки, но ведь точно такие же собираются и в Туле тоже. А в создании производства Дюмин и сам участвовал. Как только машина разгоняется до 240, китайский топ-менеджер сначала нервничает и даже ерзает в кресле, но видя такую русскую невозмутимость, постепенно успокаивается. Два круга по испытательному заводскому треку и первые впечатления. Который держит руль, чтобы он держал дорогу. Руки профессиональные. Видно, что военный человек, профессионал, а я чуть не вспотел. В китайский Хэбэй делегация из Тульской области приехала, конечно, не только ради тест-драйва. Китайцы показывают цеха по штамповке и сборке кузовных элементов и даже раскрывают секреты. И хотя сквозь шум работающего конвейера журналистам почти ничего не слышно, отдельные фразы все объясняют. Мы ведь почему решили инвестировать в наш совместный проект именно в Тульской области? Потому что увидели там огромный потенциал. Китайский автопром уже давно не вызывает улыбки. Многие современные предприятия могли бы позавидовать такой организации производства. Максимальная автоматизация, ручной труд только уже на финальной стадии сборки. И вот по такому же принципу организовано производство в Туле. Не просто сборка, а производство полного цикла, старт которому лидеры России и Китая дали в 2014-м. А уже весной этого года расписывались в Кремле на капоте первого внедорожника, собранного в Туле. Тогда же договорились и об организации второго этапа производства. Ведь нынешняя производительная мощность, 150 тысяч машин в год и локализация 30% далеко не предел. И вот сегодня конкретные соглашения. Создание первой и второй очереди это создание 2000 рабочих мест. 90% это, ну если быть более точным, 87% это жители Турской области. Китай и Тула на самом деле ближе, чем кажется. Только за последние три года товароборот вырос вдвое, перевалив за 340 миллионов долларов. И тульские бренды здесь хорошо знакомы. В Китае есть свое слово «хо-го». Это значит «огненный котел». Так вот, в китайском языке слово «хо-го» уже вытесняется словом «самовар». Приехав в Китай со своим самоваром, Тулики привезли и свои знаменитые пряники и белевскую пастилу. Вкусно? Вкусно, очень вкусно. Теперь и их будут поставлять напрямую. Четыре соглашения на миллиард заключили тульские кондитеры и аграрии. Ну а вслед за второй очередью автопроизводства в Туле уже строят и планы на третью. Мощные аккумуляторы для современного электротранспорта. А уж китайский опыт здесь будет кстати. Александр Балицкий, Михаил Артюхин. Вести в субботу из ХБ Китай. Китай.